Друзья, добрый день! Мы находимся в пресс-центре «Аргументы и факты». Меня зовут Наталья Кожина, а в гостях у нас сегодня Анастасия Волочкова. Здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рада в этой студии побывать, уже не впервые в своей жизни. Очень у вас гостеприимно. Мы вас любим, ее мы очень долго ждали, на самом деле. И перед тем, как мы приступим к вопросам наших читателей, коих очень много, я хочу сказать, что Настя настроена по-боевому и сказала, мы будем спешить. Спешите, у меня же репетиция уже прямо скоро. Я хочу у вас спросить, скажите мне, пожалуйста, вообще есть такой вопрос на свете, на белом, который может Анастасию Волочкову смутить или, не знаю, как это расстроить? Потому что мне кажется, вот у вас что ни спроси, вы настолько выработали уже какой-то то ли иммунитет, то ли, я не знаю, какую-то броню, что у вас... Да нет, Наташа, на самом деле просто ситуация по-другому выглядит. Мне просто есть всегда на что ответить. То есть любой вопрос, который вы зададите или другие люди, это вопрос, который никогда без ответа не останется. И никогда не скажу, не знаю, за исключением тех моментов, если это действительно касается какой-то там эрудиции, которую, может быть, я не всегда обладаю. А ну какие-то личные вопросы, которые у вас действительно табу и вы не обсуждаете? Нет, таких нет, поэтому прямо сейчас я их уже жду. Но у вас грядет сейчас такой тур, достаточно масштабный, по Дальнему Востоку. И не знаю, открою вам секрет или нет, но очень многие почему-то этот тур связывают с вашей романтической историей, которая произошла на Дальнем Востоке. И в связи с этим я зачитаю вопрос, который рада вам пристала. Она вам пишет, почему выбрали именно Дальний Восток, и может быть, это связано с Бахтияром? Вы надеетесь встретить его на концерте? Какие сейчас между вами отношения? Ну, во-первых, могу сказать, что Бахтияр сейчас находится в Москве, это первое. А второе, скажу так, на протяжении четырех лет подряд, каждый год и именно в феврале у меня происходит мой тур на Дальнем Востоке по практически всем городам этого региона. И даже тогда, когда мы не были знакомы с Бахтияром, эти туры все равно имели место быть. Поэтому это никак не связано с моей личной историей. Тем более, мои отношения с Бахтияром завершились и пришли вот к такому этапу завершения. Поэтому я просто жду своих зрителей. И кроме Бахтияра на Дальнем Востоке живут миллионы людей, извините. Простите, а он что делает в Москве? Он как-то это связано с вами? Или он по своим делам принял? Ну да, было связано. Слушайте, заинтриговали. Когда нас связывали романтические отношения, Бахтияр решил перевести часть своего бизнеса в Москву. И как только он перевез, так получилось, что наши отношения пришли к своему завершению. Вот так. Слушайте, а скажите мне, пожалуйста, в какой момент, что такое должно произойти, чтобы вы решили, что ну все, пора расставаться? Вот для вас, что это за крайняя точка? С конкретным каждым человеком, с конкретной каждой романтикой и с моими историями жизни всегда это разные причины. В случае с Бахтияром, я скажу, нам причиной явились расстояние, часовые пояса, ревность, невероятная Бахтияра, ну, человека, который просто ревновал меня к моей собственной тени. И вот определенные какие-то мои жизненные принципы и позиции, которые я не считала возможным изменять. А вы сама ревнивая, нет? Ну, если честно, ну как-то, наверное, нет. Наверное, нет. Нет, вы добрали, красивая женщина, что ревновать? Ну, просто, наверное, да, я настолько самодостаточный человек и привыкла, что вот всегда вокруг меня много мужчин, они все такие разные, интересные. Вот. И, наверное, мне пока это качество и чувство не присуще. Может быть, потому что я любила в своей жизни всего один раз очень сильно. Может быть, по этой причине я могу сказать, что, наверное, сейчас пока нет. Один раз это, который закончился замужеством? Нет, замужеством у меня нет. В тот раз не закончился. Ну, ладно, не буду выпытывать. Давайте к Дальнему Востоку вернемся. Давайте вернемся. У вас один город выпал. Это город Благовещенск. И тут даже были такие печальные послания о том, что как жаль, что вы не приедете. Я прочитала причину, что якобы очень высокий билет, очень высокая стоимость была на билеты. Я, честно говоря, поразилась, потому что привыкла, когда артисты к нам приходят, они говорят, вы знаете, стоимость билетов такая высокая, но я за это не отвечаю. А тут Анастасия Волочкова почему-то решила все поправить. Я на самом деле очень большое внимание уделяю всегда тому, какая стоимость билетов, какая организация проекта. Ну и так получилось, что причина отмены концерта не только в высокой стоимости, хотя это одна из причин, а еще и в том, что любой проект должен быть организован, должна быть сделана профессиональная реклама, должны быть люди, скажем, агенты от организаторов, которые занимаются теми самыми техническими моментами, для того, чтобы люди узнали о том, что концерт существует, чтобы узнали, где купить билеты, как. И на самом деле организаторы уехали в Таиланд, в ту же страну, где отдыхала я этой зимой, но я-то отдыхала для того, чтобы подготовиться к моему туру и отдохнуть от всех тех концертов, которые мне предшествовали в прошлом году, а организаторы уехали и просто, ну знаете, как говорится, по простому бытовому языку просто забили на этот проект, а когда вернулись, поняли, что, ой, подождите, осталось уже 10 дней, как же так? И я решила отменить это мероприятие, то есть, скажем так, приняла решение, поскольку не считала возможным проводить непрофессионально, танцевать в полупустом зале по той причине, что организаторы все неправильно организовали, а потом скажут, что типа на Волочкову не купили билеты, такого я просто вот не приемлю в своей жизни. Тем более, что, вы знаете, год назад, не год назад, в прошлом году, буквально полгода назад, в августе у меня состоялся благотворительный тур на Дальнем Востоке. Это были концерты, которые, скажем так, были очень исключительными, то есть, их благотворительность заключалась не в том, что собиралась какую-то часть или количество денег передавалось жителям Дальнего Востока, вовсе нет. Благотворительность моих концертов в том, что все билеты распространяются в качестве просто пригласительных, то есть, я жертвую людям, фактически весь вал, который могла бы получить в качестве гонорара за зал. И как раз этот тур происходил в разгар жутчайшей трагедии на Дальнем Востоке, того самого наводнения, которое охватило потом весь край, весь регион. Да, меня потом, знаете, как я говорю, чморили за то, что, извините, я привлекла внимание всей страны фактически к этой трагедии. А вы знаете, когда начали вот все эти выпады в мой адрес, что Волочкова сфотографировалась на фоне трагедии, вы знаете, когда вот эту формулировку я услышала, Наташа, я скажу так, во-первых, я, знаете, я даже вот испытала чувство какой-то гордости, что я на фоне трагедии. Да вы знаете, настолько человек известный, привлекающий внимание своей личностью к себе самой, что все, что будет за мной, это все будет бэкграунд, это все будет фон. Но когда я ехала на Дальний Восток и понимала, что, ой, да там лужа какая-то разлилась, и то, что нам показывали по каналам телевидения, любым, это не казалось такой трагедией. И когда я приехала и поняла, что там реально погибают люди, они остаются без жилья, без своих домов, без всего вообще возможности существования, и мне захотелось об этом рассказать людям. В коротком платье я была, в длинном, да вы знаете, в чем была, в том и пошла. Просто встретилась с людьми и их пригласила на свои концерты. Так эти люди мне говорили, вы знаете, Анастасия, да это был светлый день за все время трагедии, когда мы хотя бы улыбнулись. На вашем концерте испытали счастье и радость. И вы знаете, несмотря на то, что меня, скажем так, облили грязью за это, за то, что я просто с этими людьми стояла в луже, не ради пиара он мне не нужен, я могу сфотографироваться где угодно. И все, что я не делаю, это все, можно сказать, пиар, потому что я интересный человек. Всем людям, мужчинам, зрителям, кому угодно. Все это можно назвать пиаром. Но когда я стояла в этих лужах с людьми, они меня за это уважали. И сейчас, фактически, я могла бы обидеться, ну вот там зачем так вот на меня вот так столько вылили ушатов, помоев. Нет, я в каждом городе сейчас во время моего тура, который предстоит, он пройдет у меня с 10 по 20 февраля, я приглашаю в каждом городе определенное количество жителей, которые пострадали после этой трагедии. Бесплатно они придут. Абсолютно. Вот эти люди придут бесплатно. То есть на каждый концерт отведено определенное количество билетов, на которые претендуют люди. Не то, что претендуют, которые мы дарим тем людям и жителям, которые пострадали. Это, конечно, похвально. Что сказать. Анастасия, у нас есть вопросы, которые вот к нам поступают прямо здесь, сейчас, поэтому давайте такой вот небольшой блок из того, что я не отбирала себе, но что у нас поступает сейчас. Максим и Алексей спрашивают. Настенька, добрый день. Скажите, верите ли вы в чистую, искреннюю доброту людей? Знаете ли вы таких людей в городе Тверь? На самом деле я верю, конечно, и в доброту, и в искренность, и вообще в позитив. Я не просто верю, я им живу. И знаю, что позитив, любовь, доброта, красота и правда это те щиты, которые помогают и спасают нас от всех невзгод, которые существуют только в жизни. Я, конечно, спасаюсь позитивом, который я могу подарить людям со сцены. Будь то мастер-класс для детей, или просто концерт, или возможность танцевать и петь. У меня сейчас, вы знаете, новый проект, такой, скажем, случился в моей жизни. Это проект «Волна». Очень интересный. «Волна» Волочкова Настя. И это песенный, то есть музыкальный проект. Я начала петь, но, опять же, повторю сразу, без претензий на право там называться эстрадной певицей, и вовсе нет. И могу сказать, что это только мои первые азы, но знаю точно, что в моем концертном шоу, которое включает в себе все самые, вот, скажем, известные такие хиты, музыкальные композиции, ну, скажем так, это мои композиции хореографические на песни известнейших музыкантов. Эдит Пиаф, Александра Софина, Жоржа Майкла, Эдвина Мартона, Игоря Корнелюка и многих других. Их не народа. И это темы, которые помогают мне, скажем так, более доступным способом для зрителя донести, ну, скажем, тот высокий мир искусства, пусть назовем его классического балета. Но в моем формате это уже теперь совсем не классика, а более современный ключ. Но вот именно в рамках этого шоу мои музыкальные произведения, то есть мои песни, они такая вот яркая краска для моего зрителя, который никогда не ожидал, что вдруг Волочкова сможет запеть. А я, знаете, с чувством юмора отношусь к себе и всегда вспоминаю слова Виктора Дробыша, который сказал, что Настенька, ну, конечно, ты танцуешь лучше, чем поешь. И говорит мне об этом, знаешь, ну, вообще, говорит, Волочкову действительно надо не слушать, а смотреть. Поэтому я сняла клип, первый в своей жизни. Кстати, он уже не первый, у меня есть второй, но это секрет небольшой, да. Я на следующей песне сняла клип. А первым, да, он был очень интересный, клип «Над землей». И я сняла этот клип, и на его презентации практически в день своего рождения, сказал, дорогие друзья, вот если кому-то не нравится, кстати, да, хочу обратиться к моим зрителям и слушателям, если кому-то не нравится, как я пою и не нравится мой голос, вы выключайте громкость и звук и наслаждайтесь качеством видеосюжетов и тех четырех образов, которых я в одном клипе смогла сочетать и показать и представить. У вас Сергей Зверев снялся в клипе «Над землей». Кто-то из известных мужчин, может быть, во втором клипе будет рядом с вами? Ну, вы знаете, во втором как раз известных нет. Сергей стал идейным вдохновителем клипа «Над землей», подсказал мне замечательного режиссера Леночку Винярскую, придумал образы для моего клипа, создал их и сам опять же явился героем этого клипа в роли такого мистического звездочета, который управляет временем. А в другом клипе нет известных людей, и у меня нет задачи сочетать себя обязательно с какой-то личностью, которая популярна или является известной. Вовсе нет. Мне хочется, чтобы зритель просто узнавал меня очень разным. Вы знаете, я когда вас слушаю, вы вот говорите, я не претендую на звание певицы, а мне кажется, что вы немножко улыкаете, потому что Волочкова, мне все время кажется, что вы перфекционистка. И вот вы, если взялись за что-то, то будете до конца биться, пока вас не признают, там вот очень известной балерины, да, как у вас, у вас же тоже было все непросто. Здесь не такая же история, нет? Ну, Наташа, я могу сказать так, вот, я, конечно, стремлюсь к профессионализму и в направлении музыкальном тоже, у меня есть педагог по вокалу, профессиональнейший человек, но я понимаю прекрасно, что то, чему я училась всю свою жизнь, то есть танцевальное искусство, уже, скажем, более 25 лет своей жизни я посвятила тому искусству, который является сегодня смыслом моей жизни, то столько же многие посвящают вокалу. Я начала петь, ну, скажем так, вот, заниматься вокалом, скажем так, буквально год назад и требовать от меня качества результата, который могут сегодня показать эстрадные звезды, исполнители, которые занимаются этим всю жизнь, ну, просто бессмысленно. Но, с другой стороны, я очень разносторонняя, ну, не то чтобы развитый человек, пока еще, наверное, нет, но человек, который интересуется совершенно разными направлениями, то есть куда меня только не заносит. И коньки были в моей жизни, там, участвовала в проекте «Ледникового периода», и конным спортом я занимаюсь, и вот, пожалуйста, вот вам и песни, и танцы, и все, что угодно, все, что мне интересно, я хочу в этой жизни познать и реализовать себя как человек, которому вот есть такие грани, которые подвластны. Всему можно в жизни научиться. И я ярчайший пример сегодня для детей, которым я уделяю очень большое значение и могу сказать, что наконец-то будет сейчас уже реализован мой проект, вернее, не то, что реализован, но будет продолжен. У меня уже существует творческий центр детский, центр, в котором дети познают абсолютно массово, то есть без всякого отбора, то есть любой человек может прийти и заниматься вот в наших центрах. Это центр, в котором преподаем мы танцевальное искусство современного формата, именно в современном направлении. Это основы хореографии, гимнастики и актерское мастерство. И сейчас этот проект заинтересовал, скажем так, в такую фитнес-империю «Зебра», это спортивные центры, то есть фитнес-клубы. И на базе этих фитнес-клубов будет распространена, скажем так, эта сеть танцевальных студий. Поэтому детям могу сказать, что мне есть что передать. И я ярчайший пример человека, который пришел в балетное училище, вообще не имея никаких данных. То есть вот та растяжка или другие данные, которыми я сегодня не обладаю. И, кстати, знаете, та растяжка, за которой меня многие чморят всегда, ну я так называю, и говорят, вот, она там опять ноги раздвигает, растяжку свою показывает. Вы знаете, буду показывать до конца своих дней. Вот сколько эта растяжка у меня будет, а верю, что я ее смогу поддержать до конца своих дней. Вот она у меня будет. Потому что если бы люди знали, каким трудом мне эта растяжка досталась, они бы вообще ничего не говорили. И могу сказать, что вот знаете, хочется всегда сказать, ребят, а почему нужно обязательно любых людей, не важно артист, это я или другой человек, почему нужно обязательно осуждать? Вот у нас же существуют социальные сети. На мой взгляд, это такая платформа для того, чтобы мы могли высказать свое мнение, свою позицию, сказать то, что мы реально думаем. Но это же не для того, чтобы друг друга там обкакивать или поливать грязью. Если не нравится артист, или, например, если кому-то не нравлюсь я, как я всегда, дорогие друзья, говорю, если я вам не нравлюсь, то не обязательно мне об этом рассказывать. Пройдите мимо, проигнорируйте. Но когда я наблюдаю за тем, что зачастую люди, которые поливают меня грязью, они являются моими же подписчиками. Вы знаете, честно, у меня вот гомерический смех, вот просто реально. Потому что значит, я не безразлична людям. Значит, настолько я вот как кость в горле, и я раздражитель. А я раздражитель во всем. Я раздражаю красотой, умом, талантом, тем, что я занимаюсь любимым делом, тем, что я любима мужчинами, тем, что я всегда купаюсь в цветах. Вы знаете, вот в роскоши, в такой, которую я заслужила своей жизнью. Поскольку я знаю, что такое жить вне этого. Но вы не боитесь вот ее демонстрировать в том плане, что все-таки еще живые воспоминания о том ограблении, которое произошло? Потому что я думаю, что есть люди, которым очень не нравится, что вы так прекрасно живете, и это все может вылиться вот в такие вещи. Ну, вы знаете, у нас, да, было дома ограбление, и это была жесточайшая трагедия, и не только ограбление, это было разбойное нападение на близких мне людей, и все это происходило на глазах моей дочери. Но я могу сказать, что я ничего не боюсь в этой жизни, потому что я иду светлым путем, я никому не делаю зла, и своим присутствием на земле я могу сказать, что я украшаю эту жизнь, я ее не порчу. Поэтому у меня есть самый главный охранник, это Господь Бог. И даже тот факт, что все остались живы, и все у нас в порядке, это, конечно, еще раз подтверждение тому самому. И могу сказать, что у меня можно украсть деньги, ювелирные украшения. Вы знаете, я честно скажу так, я даже не парюсь. У меня украли все украшения, которые у меня были в жизни. Я вот так, ну, во-первых, есть добрые люди, которые мне пытаются их сейчас эту коллекцию восстановить. Как сказала моя мама, Настя говорит, у тебя будет больше и лучше, и все. Но я как представлю, ну, вот я берегла эти украшения, лежали между шкатулки. Есть женщины, которые считают, что, ну, действительно, там лучшие друзья, а женщины – это бриллианты. И вот эти цацки на себя вешают. Вы знаете, меня мама воспитала по-другому. Она всегда говорит, Настя, ты знаешь, женщина должна быть сама бриллиантом, у которого должна быть оправа. Эта оправа должна быть или мужчина, или те люди, которые окружают женщину любовью. Поэтому можно украсть у меня деньги, вот эти цацки, но нельзя украсть того моего внутреннего мира, который является самой большой ценностью моей жизни. Того мира, который мне не могут простить. И, конечно, мне сложно в этом мире жить, находиться, общаться с мужчинами, потому что мужчины сегодня, они другие, они боятся сильных, умных и настоящих женщин. Всегда ярче и прекраснее мужчине находиться с женщиной, когда она вот такая, знаете, Маша оставила Машу и вот хлопает этими ресницами, которых у многих нет. А у некоторых есть, но кроме ресниц ничего больше. Вот. Поэтому я могу сказать, что я действительно поистине счастливый человек. И самодостаточный. Потому что сегодня иметь любимое дело, которое приносит тебе свободу, независимость, деньги, все, достаток и еще и такое вот эмоциональное наслаждение, это очень большая редкость. У вас мужчины боятся. Я правильно вас поняла? Многие, да. Но тем не менее, вокруг вас достаточно много поклонников. Что-то я уже запуталась. Я сама в них запуталась, если честно, но это такая прелесть. Подождите, а почему нет того, кто вот руку и сердце, как говорится, все это предлагает? Нет, кто предлагает, уже есть. Уже есть. Просто я не на все руки и сердца согласиться могу. А что такое нужно сделать, чтобы согласиться? Вы знаете, сделать ничего не надо. И действительно на этой земле существует мужчина, который уготовлен мне Богом. Это самый прекрасный человек на земле. Но просто мы еще пока друг друга не встретили. А пока мы не встретили, я наслаждаюсь теми друзьями, которые есть у меня в жизни и теми прекрасными людьми, мужчинами, которые меня окружают. И я считаю, что имею на это полное право. Потому что я человек, у меня еще есть вот, скажем, такая возможность строить свою жизнь так, как я хочу. И есть вот та красота и такой составляющий меня, который мне позволяет делать то, что нравится, и не делать то, что мне нравится. Ведь это тоже, согласитесь, очень большая сила. Сказать нет или не сделать то, что тебя попросили, если ты не считаешь нужным это делать. И в этом есть определенного рода свобода. А сегодня в этом мире не прощают красоты, успеха, свободы. Понимаете? Знасть, а где с вами можно познакомиться? Вот я потому что, я знаю истории, когда вас после концерта встречают. Я вообще не представляю, как подходят к вам мужчины и что они вообще должны сделать, чтобы на них посмотреть. Вы знаете, проще всего, честно говоря, с помощью белых роз, потому что это может быть сцена, это может быть жизнь. И да, мое сердце легко пленить, вот так скажем, подкупить, что ли, этими цветами, потому что есть для меня ценности, которые не имеют цены. Да, я настолько люблю цветы, что я просто вот, когда их вижу, я еще вот в таком количестве, которым я окружена этих цветов, понимаете, каждый день просыпаться от аромата белых роз, я думаю, свойственно не каждой женщине. Причем цветам, которые дарят, просто так, просто так, без всякого повода. И я, знаете, всегда еще говорю, что я не знаю, чем меряются вообще мужчины в этой жизни, но мои мужчины меряются размерами букетов белых роз. Ну, слушайте, я, конечно, понимаю, что отчасти да, но тем не менее, вы же смотрите на какие-то внутренние, не знаю, может быть, внешние данные. Да ну что, конечно. Что вас привлекает? Конечно, мужчина должен быть красив, умен, должен обладать чувством юмора, должен быть благороден, именно вот обязан быть благороден. И, как бы сказала сегодня моя мама, мужчина не обязательно даже должен быть красив, но он обязательно должен быть мужчиной. Поэтому вот есть такие качества, которые просто должны и обязаны быть присущи настоящим мужчинам. И я очень это ценю, дорожу. И я умею любить, я знаю, что это такое. Вы замуж хотите, скажите мне, потому что вы, у меня такое ощущение, что у вас, вам вообще все, все у вас хорошо, есть вот этот концертная деятельность, поклонники, зачем вам это замужество? Ну, если честно, я скажу так, да, я хотела бы в своей жизни создать семью. Сейчас меня устраивает та позиция, которую я занимаю, и вообще то, что у меня есть. Потому что сейчас, может быть, вот такая вот история свободы моей, она мне позволяет более широко смотреть на мир и позволять в своей жизни, ну, скажем так, самые яркие краски. Но в то же самое время я знаю, что я очень верный человек в том случае, если я встречаю своего. Поэтому как только я создам свою семью, я буду, конечно, другим человеком. Я буду такой женщиной, какой я была вот в то время, когда мы только начинали мою жизнь, там, с бывшим мужем. И когда у меня появилась семья, дочка. Конечно, это было все другое. Совсем было другое качество отношений. Вот. А сейчас я довольствуюсь вот той историей, в которой я сейчас живу. Но тем не менее, если у меня будет моя семья, я, конечно, я не мечтаю, безусловно, как любая женщина. Вы об официальном браке мечтаете или все-таки для вас гражданский брак в приоритете? Да, знаете, я вообще не понимаю, что такое гражданский брак. Я мечтаю не о браке, я мечтаю о союзе. Ведь даже с моим бывшим мужем у меня хватило мозгов не расписаться и не поставить печать в паспорте. Иначе помимо тех трех с половиной миллионов долларов, которых я потеряла и по его же просьбе отдала моему бывшему мужу в бизнес, спасая просто его ситуацию, я потеряла бы все, что вот я имела. Там, мою недвижимость, там, квартиры, все, что у меня есть. Все. Поэтому для меня был важен не штамп в паспорте. Я прекрасно видела и понимала, как люди, особенно известные, расходятся со своими там мужьями и женами. Как они манипулируют детьми, как они теряют, они теряют прежде всего чувство своего собственного достоинства, вынося вот эти все передряги там на суд общественности и начиная дележку там всего-всего, что у них есть. Мне это было не надо. Я Игорю сказала, Игорь, ты меня любишь? Я сказала, да. И он мне сказал, а ты меня? Я говорю, я? Да! И на свадьбе своей, которую мы сыграли так пышно в Москве в Екатеринском дворце, в Петербурге в Екатеринском дворце, в Москве в Юсуповском, в Таиланде на острове. Понимаете? Я кричала это да так громко, что это слышал Бог. Понимаете? Мне это было гораздо важнее, чем вот эта тыкдык, которая сказала бы тетенька, называя вас мужем и женой. Она приехала к нам, да, мы заплатили денег, она приехала, стояла у нас так, красная вся пятнами покрылась. Понимаете? Ну вот, ну а что? Зато мне, понимаете, я вспоминаю, для меня важно было шоу, да, я балерина, я актриса. Я хотела быть невестой, самой красивой на земле, а мне кажется, я такой была. Вот мне дизайнеры предложили пять вариантов свадебных платьев. Я посмотрела, говорю, так, это классно, это, это, это. Я не знаю, на каком остановиться. Давайте пять. И у меня было пять свадебных платьев на свадьбе. Слушайте, я представляю, как у вас будет следующая свадьба. Свадьбу, да, я хочу круче, конечно. На это ты говоришь. Там десять будет, да? Нет, семь, счастливое число. Семь, счастливое число. Я уже определила, да. Слушайте, мне, знаете, вообще очень интересно, вы так как-то изменились внешне, такая вся стройная, красивая. Вы, конечно, были красивы, но сейчас вот все равно производите впечатление женщины, которая влюблена, вот честно. Да, вы знаете, у меня по жизни влюбленность, знаете, как вы говорите, вы запутались в моих мужчинах, я тоже, но я счастлива жить вот в этой любви, понимаете, которая есть. Давайте к вопросам читателей, которые вернутся. Так, как вы считаете, какое событие больше всего повлияло на становление вашей личности? Я считаю, что это был балет «Щелкунчик», который я увидела в возрасте пяти лет в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, потому что, выходя из Мариинского театра именно в том возрасте и тогда, я сказала моей маме о том, что я буду выдающейся барериной, как мне сейчас передает моя мама. И вот весь остальной путь, это был путь становления того события, которое вот действительно сыграло очень большой роль в моей жизни. А все вот перипетии и сложности, это были те этапы, которые бы не следовало в жизни перейти, через которые нужно было как-то переступить. Я переступала через сложности, но никогда не переступала через себя. И может быть, это та причина, по которой мне пришлось сложиться с этими, вернее, столкнуться с этими сложностями, потому что я никогда не изменяла себе, вот своему вот этому свободолюбию, чувству независимости, стойкости. Мне никогда не надо было так, как у всех. Я знала, что я смогу преодолеть испытания, но никогда не переступлю через вот свою честь и достоинство. И поэтому могу сказать, что я всегда эти честь и достоинство, такие понятия, которые, к сожалению, в нашей жизни сегодня немногим даже ведомы, я всегда их защищала сама. За мной никогда не было мужчины, который бы вот встал, что-то сделал, не знаю, или пошел на поролом за меня. Нет. Я всегда все делала сама. И, может быть, это та причина, по которой я вот стала личностью. И моя мама мне в возрасте 16 лет, когда мне было, вернее, 16 лет, говорила всегда о том, что, знаешь, Настя, вот когда у тебя будет своя профессия, когда ты станешь самодостаточным человеком, женщиной интересной, интересным собеседником, ты будешь умна и просто вот поистине образована, ты никогда не будешь при ком-то, неважно, кто будет с тобой, президент, актер известный, бизнесмен, олигарх, все, ты никогда не будешь при ком-то, ты всегда будешь достойна партии любого мужчины. И на самом деле вот я пришла к этому составляющему. И в моей жизни был, да, и олигарх, великий человек, который я любила, действительно, это единственная история в моей жизни, когда у меня была любовь такая, что я потеряла голову, мозги, все, и вот все, что у меня было, я была зомбирована человеком, который я реально любила. Я знаю, что такой человек Альфонс, который пришел в жизнь, чтобы забрать деньги, и тем не менее я любила этого человека. И мама мне когда говорит, Настя, ты знаешь что? Посмотри, человек пришел, он тебя обобрал, он тебе ничего в жизни не сделала, ты потеряла своих там сколько-то 9 лет. Я говорю, мамочка, ну подожди, ну извини, я 4 года была счастлива, на эти лепестки рос, вот это шоу Бонни Хилла на полу, оно же все было. И самое главное, я в это верила. И вы понимаете, настолько позитивный человек, что я вообще ни о чем не жалею, вы заметили? Вы Ариадну так же воспитываете, как вас мама воспитывает? Нет. Ну, то есть вы говорите, да, что нужно что-то из себя представлять? В этом плане, конечно. То есть я могу сказать, я очень благодарна моей маме, именно за то, что у нас, к счастью, там исчерпан конфликт, который был на протяжении пару лет. Мы стали очень близки, и мама из моего менеджера, там, не знаю, директора, человека, который занимался моей творческой деятельностью, превратилась наконец-то в мою маму и в бабушку Ариши. И сегодня мама помогает воспитывать Аришку мне очень серьезно. И на самом деле мама мне дала очень хорошее воспитание, образование. У меня Ариша с пяти лет знает весь Санкт-Петербург. Архитекторов, которые построили здания известнейшие и там музейные, скажем так, памятники, архитектуры вернее. Аришка знает очень интересные книги, авторов. Ну, это, конечно, не показатель, знаете, скажем, такого эрудиции интеллекта, но все равно это важно для девочки. Как только есть свободная минутка или день, они едут с мамой в Санкт-Петербург, они идут в Эрмитаж, в русский музей. Аришка знает картины художников. Мне это важно. И мама помогает. Но в то же самое время я не хочу допустить ошибки, которые допустила мама по отношению ко мне. Вот это, вы знаете, диктатура вот этой и полного контроля полного. С кем я живу, что я делаю, во что я одеваюсь, вообще как вот, что я танцую. Неважно, любого аспекта. Поэтому я не знаю, что лучше. Тот факт, что я с Аришей не 24 часа в сутки и зачастую не укладываю спать. Не то, что зачастую, а я, к сожалению, редко это делаю. Но я даю ей свободу. И каждый раз, когда мы общаемся, мы общаемся как взрослые люди. И она знает, что она уже взрослый человек. Но она хвастается передо мной своими пятерками. Говорит, мама, вот я пятерка, наконец-то по математике. Говорит, самый мой нелюбимый предмет. Я говорю, да мой тоже нелюбимый. Я вообще, говорю, у меня просто... Я была на грани, там просто уже, я не знаю, ненавидеть этот предмет. И все равно у меня были пятерки. И вот я настолько Аришке объясняю, что Арише все равно. Ну как бы тебе не нравится? Ну надо. И она вот все, она пришла к результату. Для меня это уже маленькое достижение. Я у вас недавно прочитала, что Ариша посещает спасалон. И стала его, значит, одной из клиенток спасалон. И что я хотела спросить? Господи, прости. Вы, конечно, в абсолютно разных условиях. Вы росли в абсолютно такой, скажем, обычной семье. Да, Ариша растет в семье, где достаточно больше возможностей. Есть спасалоны, есть... Можно микрофон со стразами, сцена и так далее. Школа Яны Рудковской. Не боитесь вы ее как-то избаловать? На самом деле Аришу вовсе не избалуешь, потому что она очень скромный человек по складу своего характера. И что касается моего воспитания Ариши и предоставления каких-то условий, я могу сказать такую вещь. Во-первых, сейчас Ариша действительно мне уже доказала тот факт, что она никогда не будет кичиться деньгами, их количеством. Напротив, мы идем в магазин, Ариша знает, в какой ситуации оставил нас ее папа, мой бывший муж Игорь. И она всегда спрашивает, мам, а мы можем себе это позволить? Она говорит, мам, ну у тебя, наверное, денег там недостаточно, там что купить мне, там игрушка, там и что. Говорю, Аришенька, ну слушай, на тебя у меня денег будет достаточно всегда и при любых обстоятельствах. Но она действительно знает цену деньгам. И я скажу, что я, наверное, в тот период, когда Аришке было 4 года, ну скажем, 3-4, я сделала очень правильную вещь, поскольку я сама очень много езжу к детям, там детские дома, в школы-интернаты. Я посвящаю им свое личное время и смотрю, как они живут. И я дождалась, пока Ариша исполнится, такое количество лет, чтобы у нее уже не было травмы от посещения таких мест вместе со мной. Но я пригласила ее. Первым нашим детским домом был, детский дом в городе Сочи. Ну скажем так, это был дом малютки, где дети живут с рождения до 4 лет. И вот мы ехали с Аришей. Первое, о чем она спросила, мама, а что мы купим этим детям? Что мы купим в подарок там все? И когда она увидела жизнь этих детей, она там кого-то на ручках подержала, с нянечкой вместе там были, и с кем-то поиграла. И потом мы приехали, у нее вообще мировоззрение изменилось. И я ей потом всегда говорила, Аришенька, когда я приезжала домой с гастролей, и Аришка мне говорит, мам, ну ты вот чужим детям больше внимания, чем мне уделяешь. Я говорю, знаешь, Ариш, это правда. Но я знаю, что ты вырастешь и будешь делать то же самое. И вот именно почему я говорю о моменте воспитания, именно в том ключе, что когда у Ариши были капризы, ну как у многих детей, как раз переходный такой возраст считается, 3-4 года, и шла речь о том, какие колготки сегодня надеть, красные, зеленые там или коричневые. Я говорю, Ариш, ты капризничаешь, у тебя есть выбор, какие, красные, зеленые или коричневые. А те дети, к которым я езжу, так это дети, у которых, может быть, эти колготки одни и, может быть, рваные. Я взяла просто сказану, вот так, типа, ну рваные, чтобы там ее как бы устрашить. Так что вы думаете, я приезжала с гастролей, она мне говорит, мам, расскажи мне про этих деток, у которых рваные колготочки. Можете представить? У нас не было больше вопросов. Там йогурт съесть. Я всегда говорю, Ариша, ты что? Есть дети, которые даже не знают, что такое йогурт. Поэтому о том говорить, что там у Ариши будет избалована ребенка, в принципе, даже нет смысла. И я могу сказать, что да, я знаю, что такое жить, не имея квартиры. Мы теряли в своей жизни все с родителями, и квартиры, и деньги. И я с 17 лет зарабатываю деньги. На себя, на свою маму, на папу. У мамы и папы. Ну, папа инвалид, но неважно. У них у каждого по квартире. Все это сделала я. Но я знала, что такое вот цена и ценность от этих денег. Я знаю, что такое спать на полу, когда мы жили вообще, и просто у нас не было ничего. Вот сегодня, вы знаете, люди на меня смотрят, и ведь та сторона моей жизни, она как бы за кадром остается. То есть многие не знали о том, что я в этих лишениях выросла. И сегодня, вы знаете, да, у меня шикарная квартира. Одна, вторая, машина. У меня роскошь. Все это есть. Но я заслужила это своей жизнью. А жить, когда с тобой мама, папа, бабушка без знаки, кот, собака, попугайчик, блин, хомячок. И вот это все с тобой переезжает из одной коммуналки в другую. И ты не понимаешь, как здесь бабушка судно ей подставить или кому-то постелить перину. Вы понимаете? Я это все прошла, я знаю. Но я счастливый человек. И я могу сказать, что я счастлива тем, что я ребенку своему таких условий создать не могу. Хотела бы, но я не могу. Даже если, вот мне кажется, было бы интересно, если бы она жила в каких-то вот очень-очень простых. Но мне кажется, знаете что, когда есть сегодня жизнь и возможности сегодня нашим детям дать то, чего не было у нас. И вы знаете, я прихожу в игрушечный магазин с Аришкой, я радуюсь, как ребенок сама. И хожу там, смотри, боже, такое все, как в сказке, как в весной Мэнде. Почему не давать это детям сегодня? А как они отнесутся, как к должному или с благодарностью, это уже зависит от воспитания, от внутреннего мира. Я так много говорю. Анастасия, буквально последний вопрос. Какой хотите, посложнее или попроще? Да, любой, я же вам сказала, что ни один ваш вопрос не останется. Любой. Ну давайте тогда, судя по вашим записям, в Твиттере и в Инстаграме, вы с Николаем Басковым последний раз виделись в октябре примерно. Неужели вы правда больше не общаетесь или просто скрываете? Да вы что думаете, господа, если я выложила фотографию с Колей Басковым, это единственный момент, когда мы виделись. Вовсе нет, мы с Колей виделись перед Новым годом. Коля меня поздравил. Более того, мы перед Новым годом в декабре записали с Колей дуэт, который называется «Пусть говорят». Это наша песня, так что вы многого не знаете. Что касается Инстаграма, во-первых, отношения с Колей. Мы невероятные друзья, это просто вот очень близкие. У нас роман был с Колей, серьезнейший, и вообще потрясающий, конечно, мой друг. Но могу сказать, что, знаете, вот летом, летним, вернее, получается, зимний-летним отдыхом, я так называю зимний-летний, потому что в январе я поехала в Таиланд, там все-таки летний сезон такой, и у меня случилось, да, я постигла такое вот разочарование. У меня какие-то недругие, недоброжелатели взломали мой Инстаграм, причем не просто взломали, а удалили весь аккаунт и полностью весь контент. У меня там было 100 тысяч друзей, ну, не только друзей, они были ужастики всякие, то есть просто 100 тысяч подписчиков, я так скажу. Я очень переживала сначала и думала, ну, как же так, ну, вот я каждого человека фактически привлекала своим личным общением, то есть если вы сможете тоже заметить и посмотреть по социальным сетям, я везде вот в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке мы отвечаем каждому человеку, то есть вот я нахожу время, даже так, как вот у тети Маши там написать, спасибо вам, или там ответить на вопрос какой-то. И я так разочаралась, ну, кому мешал этот аккаунт. А потом, знаете, я вот взяла и завела новый, думаю, новый год, у меня день рождения 20 января, как-то все по-новому. И вот я завела новый аккаунт, он называется Волочкова, было нижнее подчеркивание А, а теперь стало нижнее подчеркивание Арт. И подумала, с артистической жизнью у меня многое связано, вообще вся моя жизнь. И вы знаете, так получилось все 10 дней, у меня 20 тысяч подписчиков, и думаю, мне их достаточно, зато перестала литься та грязь, которая лилась, перестали появляться те немыслимые клоны. И я поняла одно в жизни, что, вы знаете, вот если кому-то я интересна, то человек всегда меня найдет, и ничто не станет ему препятствием или какой-то помехой. Николай подписан на вас? Сколько? Конечно, один из первых. Так, последний вопрос, все последний. Ваша личная жизнь часто становится предметом для обсуждений, вы активны в соцсетях. Если придет мужчина и скажет, Настя, либо я, либо твои откровенные посты в соцсетях, что вы выберете? Я просто не приемлю никакой зависимости в своей жизни и никаких ультиматумов в своей жизни. Я не приму. Потому что, если бы мне было 18 лет и я только начинала свою жизнь и была бы никем, конечно, я могла бы, наверное, подстроиться под чей-то уклад или под чьё-то требования. А сейчас нет. Будет так, не то, что я скажу, как мы договоримся, но я верю, что мужчина, который придет в мою жизнь именно уже в серьезном ключе и по-настоящему, он не поставит ультиматума, потому что он примет меня такой, какая есть вместе вот с этой всей моей творческой составляющей и с этими соцсетями. Или он не примет меня вовсе. Так же, как и я его. Настя, спасибо вам огромное за эту беседу. Я желаю вам, чтобы в туре вашем всё получилось и чтобы, естественно, нашелся тот единственный прекрасный, о котором мы сегодня говорили больше 30 минут, друзья. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok